Классическое типо научной рациональности и парадигму научной деятельности. Вот сегодня я посмотрю такой философский вопрос. Я ктейсно отражу то, что было бы необходимо знать для того, чтобы сдать экзамен, и философский хотя бы на оценку. Что ж, типа научной рациональности делится на классический. Классический это период с 17 века по 19 век. В этот период у нас будет происходить непосредственное устремление всего на объект. Вот у нас объект. И рассматривается этот объект как некоторая очень простая система. То есть человек, естественно, мы элиминируем. Проще говоря, мы берем его и подвесили его. Вот таким образом элиминируем. Смотрим простые системы, не взаимодействующие. Есть еще следующий тип рациональности. 19 век, 20 век. Тип рациональности называют удивительным образом не классический. И все состоит в том, что теперь наши объекты становятся увлеченными в человеческую деятельность. Уже мы тут не элиминируем нашего человека, а, соответственно, включаем всякие операции над этими объектами. Таким образом происходит некоторое соединение этих объектов вместе с человеческой деятельностью. Вот такой какой-то циклочек зрения. Есть также последний тип рациональности. 19 и 20 век. Это 20 век. Ну, постпост для 20 века. Сейчас уже 21 век пошел. 20 век и так далее. Это постнеклассический. Где вдобавок к неклассическим еще добавляются размышления и целевые ценностные какие-то структуры. Вот нашу цель нарисуем. И, соответственно, ценность. Это монеты я рисую. И зеленые банкноты. Понятно, если так. В общем, теперь, кроме того, что с вплетенностью с человеческой деятельностью, еще и целевые ценностные структуры. Случайно сказал, на самом деле, как. Вот таким образом это вполне достаточно знать. Для того, чтобы сказать про типы нарциональности. Теперь поговорим про диалогизм. Научная парадигма чего? Научная деятельность. Есть еще общепринятые, общие и личностные. Ну, это общий метод принятия решения. Общепринятые — это не знание обо всем, это общие какие-то методы принятия эволюционных решений. А личные — это субъект, человек. Субъект, то есть, по сути, это вот один человек у нас. Личные. А общие — это когда у нас там толпа тусуется. И при всем при этом вот этот общий парадигма, это означает, что, по сути, характерно для того, чтобы эта толпа принимала решения. А личные субъекты — это то, что, допустим, он пережил свою жизнь, там, не знаю, какая-то там, влюбленность. Что еще можно сказать? Какая-нибудь радость, просто какая-то жизненная, либо опыт от того, что, допустим, молотком по пальцу ударили, он заболел. Это все в результате оказывает у нас влияние на личные парадигмы принятия решений. Как, допустим, здесь он будет действовать по-другому, здесь он, допустим, будет больше или меньше улыбаться, в зависимости от каких-то факторов, здесь он не будет больше лить по пальцу. А общий, человеческий, означает то, что, допустим, общие интуиционные правила, которые необходимы здесь, допустим, там. Возможно, парадигма даже вешается в идеях, хотя я точно об этом не уверен, но от преступников, вот, что-то я с микровожатом нашел этап. Здесь, конечно, не просто повешивать человек, просто элиминировать человека, имеется в виду, он, конечно, еще парадигма деятельности, которая хотела революция в обществе. Вот и вся эта разница. Здесь опыт каждого важен, а здесь как бы опыт каждого, но для общества в целом. Вот такая вот различность. Здесь урок отбывал полезен. Надеюсь, вы сдадите философию хорошо или отлично. Все, спасибо за внимание.